Короче говоря, студент. Это был четверг, и мы, как всегда, сидели и обсуждали важные дела колледжа. Тут к нам зашли и сказали, что срочно вызывает студсовет. Председатель сказал, что к нам приезжают учиться иностранные студенты Сербии, и его нужно встретить. Мы с умным видом покивали головой и поехали на вокзал. Нам было холодно, а серба все никак не было видно. Но тут, наконец-то, из-за горизонта появился поезд. Мы были готовы во все оружие, а вот серб не был готов к такой весне. Эй, москаль, серб! Кильган, мандай! Эй, москаль! Ну, welcome to Татарстан, набережные Челны, дорогой Иван Петрович. Не, зовемся Иван Петрович. Эй, 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 я тебе Челны покажу. Эй, 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 эй. Первым делом мы решили сделать экскурсию и показать город. Затем серб спросил. Что же Сидоровка? На что Ильнур ответил, что мы туда не поедем, а лучше пойдем к самому главному месту в Челнах. Затем Ильнур спросил. Эй, 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 что ты делаешь? Здесь же не фотографироваться надо, а заходить нужно. Стой здесь, жди меня. Иван был в полном шоке. А затем вернулся Ильнур и предложил попробовать это блюдо. Биг Там-ле А тут же превыще аттракция? Нет, это наше общежитие. Сейчас ты заселяешься. Увидимся завтра на учебе. Пока. И не успев зайти в холл, Иван сразу понял, куда он попал. Эй, да, Иван, ишь, ишь, ты мне, ишь, молодец. Халява, приди. Халява, приди. Ну и как ты одет? Спросила Саша и сказала переодеться. Ну вот, другое дело. Затем начались учебные будни. Короче говоря, студент.